Первый вопрос, который мне задают на тренингах. А сколько постов в день нужно делать в аккаунте в соцсети? Нисколько, если подход такой. Я тоже сказал, слушай, я сейчас вообще-то не работаю, поэтому тоже тебя могу послать. И мат ему высказал. Это миллион просмотров только на фейсбуке за первую неделю. Мне заплатили, я рекламирую банк. Принято считать в большинстве своем, что продажи через блогеров не работают. Добрый день, с вами Тимур Асланов и вы смотрите программу «Пиар-директор». Сегодня у нас в гостях руководитель Центра развития социальных сетей «Альфа-банка» Валентин Васин. Валентин, привет. Привет. Скажи, пожалуйста, что такое Центр развития социальных сетей? Название такое громкое, что туда входит, чем вы занимаетесь? Ну, туда входят три основных части. Это поддержка клиентов в социальных сетях. Первый большой такой кусок. Сидят сотрудники, которые коммуницируют с пользователями и клиентами банка, и на данный момент не клиентами банка, если есть какие-то вопросы. Еще один большой кусок. Это команда, которая работает с блогерами, с продвижением продуктов банка через блогеров, лидеров мнений и так далее. И это команда, которая отвечает за контент в официальных каналах «Альфа-банка» в социальных сетях во всех. То есть, это паблики, это какие-то аккаунты в том же Инстаграме, например, и так далее. Вот три таких больших блога. Ну, то, что касается поддержки, то есть, я так понимаю, что это не только на ваших площадках, это вообще вы мониторите все, что появляется в социальных сетях. И вы реагируете на все сообщения. Каков алгоритм? Вот как вы принимаете решение? На что реагируете, на что не реагируете? Есть ситуации, когда не нужно, чтобы пришел целый большой альфа-банк и ответил на комментарий какого-нибудь Васи Пупкина. Или у вас другое? Не иначе. У нас нет какого-то конкретного скрипта, по которому мы можем сказать, что мы здесь отвечаем и здесь не отвечаем. Так как это соцсети, а соцсети это в первую очередь люди, то все очень субъективно. В одном случае там про нас могут написать какую-то гадость, мы можем ответить, понимая, что стоит здесь пообщаться, да, и стоит привлекать к себе внимание. В другом случае можно на это вопрос не отвечать, точнее на это возражение не отвечать, потому что понимаешь, что это какой-нибудь тролль совсем и никакого охвата у его сообщений не будет. На мой взгляд, у вас очень интересно построена эта работа, я просто восхищаюсь некоторыми кейсами. Я даже на семинарах на своих показываю, когда женщина пишет, что очереди в альфа-банке просто офигеть. Там было немножечко другое слово, не офигеть. Вот, и вы ответили ей, скажите, когда и где вы конкретно офигели в очереди, да, то с моим взглядом это просто блестящий подход. Как вы к этому пришли? Это, ну вот, это очень субъективный момент, то есть это вот ситуация, в которой каждый сотрудник должен чувствовать и понимать, где ему стоит сейчас реагер, где ему стоит, отвечаете. И из этого может получиться какая-то там интересная история, она может завируситься, может рассмешить каких-то людей или просто привлечь к себе внимание. А есть истории, куда наоборот лучше не лезть, они не могут там вот, скажем, негативно сказаться на имидже бренда. Все это складывается в первую очередь из опыта. Когда я вот людей беру и переучиваю там с обычной техподдержки на работу в социальных сетях, мне там, как я, ну, я часто говорю, что у меня уходит примерно два месяца на то, чтобы этого человека переобучить. Потому что, ну, во-первых, сам текст с текстом работать труднее, чем с обычным, чем с обычным, в обычном разговоре, скажем, там, по телефону и так далее. Потому что ты чувствуешь эмоции, ты понимаешь, где реагировать, где и как нужно реагировать. А в случае с текстом все гораздо труднее. И вот это вырабатывается постепенно, постепенно, то есть через навык, через опыт. И на это нужно время. Поэтому каждый раз, когда меня спрашивают, а есть какие-то критерии, как вы работаете, говорю, ну, ребят, извините, ну, их нет, я не могу ожидать. Мы можем только вот сесть, учиться, учиться. И для себя каждый конкретный человек там поймет, что вот здесь мы будем реагировать так, а вот здесь мы реагировать не будем вообще. Поэтому я каждый раз задаюсь вопросом, как это прописать, как эти правила прописывать. Ну, ответа пока не нахожу. Как учиться самому, я примерно понимаю. Практика, все такое, как учить других таким вещам, как учить таким реакциям. Ну, мы всегда прекрасно представляем, как ответил бы любой другой банк. Там, ну, банк вообще-то, консервативность, достаточно кондовый всегда у всех представлений. Вот это вот такая вот застегнутая на все пуговицы организация. Как, во-первых, ну, как вам это разрешают этим заниматься, да? То есть у вас явно есть какое-то взаимопонимание с руководством на этот счет? Кто вас контролирует, курирует и согласовывает ли вы какие-то вещи с вышестоящим руководством? В большинстве своем мы не согласовываем. То есть вот такие истории, которые касаются коммуникации с пользователями, они, в принципе, не требуют никакого согласования. И у нас всегда есть для себя понимание, что, ребята, если что, ответственность наша, там, можете головы наши снимать. Но мы понимаем, что здесь нужно ответить так, потому что это наша экспертиза, мы уверены, что нужно делать именно так. Как этому учить? Учить этому только через собственный опыт. То есть, ну, грубо говоря, когда я создавал вот эту команду поддержки в социальных сетях, я делился просто своим опытом. Я каждому сотруднику согласовывал каждый ответ. Вот все, что он хотел написать. Я говорил, да, давай сделаем так, либо как-то корректировал. Вот так постепенно, то есть, передавал свой опыт. Сейчас сотрудники, которые работают, они передают этот опыт дальше и делятся. То есть, это исключительно вот через коммуникацию внутри команды. По-другому, на мой взгляд, это работать не будет. Ну, ключевые какие-то принципы, которые ты озвучиваешь там в своей команде, вот, когда они приходят, только вот, входят во все. То есть, что делать, как, ну, где шутить, где не шутить. То есть, есть какие-то все равно базовые установки, которые, ну, там, где-то как-то скрижали в каких-то вас прописаны? Или вообще нет? Вот таких прям требований нет. Есть требования конкретно к каким-то аккаунтам, да, то есть, и к каким-то типам пользователей, которые нам пишут. Грубо говоря, я даю просто своим сотрудникам классификацию, объясняя там, вот это конструктивный, с ним там нужно просто общаться. Вот это вот тролль, там, его либо вообще лучше не трогать, побыстрее слиться, либо попробовать его перетролить, если вы там, грубо говоря, в себе уверены. А вот это просто негативный, там нужно немножечко поработать с его эмоцией, постараться вывести его на эмоции позитивные и поймать там какой-то конструктив, решить проблему. А если вы его проблему решите, то, скорее всего, в общем-то, вы весь этот негатив, все эти эмоции его снимете. Вот примерно так. Ну, а вот решить проблему, то есть, насколько я понимаю, у вас есть определенная полномочия, потому что, если вот обращаться просто в банк, да, с какой-то проблемой, ну, то есть, не всегда проблема так легко решается. Насколько я знаю, по вашим кейсам, ну, вы действительно реально занимаетесь проблемами клиентов. Как это вообще происходит? Ну, в социальных сетях у нас чаще всего какие проблемы бывают. Можно сказать, что вот на две больших части делится вся работа. Это простые информационные вопросы от пользователей, которые занимают у нас примерно, ну, 2-5 минут, мы на них отвечаем, и пользователи довольны, все хорошо. И другая группа проблем, это проблемы уже очень трудные, которые клиент не смог решить где-то в другом канале. То есть, он мог звонить там в поддержку, он мог прийти в отделение, ему не помогли. И для таких клиентов в социальной сети уже, ну, истина в последней инстанции, это уже крик души, когда они начинают поливать либо грязью какой-нибудь банк, кричать на них матом, либо просто говорить, что вот мне не помогли, я оттуда ухожу, и просто прощается. Конечно, бывает все по-разному. Вот. Поэтому в социальных сетях у нас действительно есть больше полномочий в работе с этими проблемами. Почему? Потому что в свое время мы правильно донесли руководство и пояснили, что то, что мы делаем в социальных сетях, это в первую очередь даже не традиционная поддержка, а это работа с имиджем. Потому что соцсети – это открытая площадка, и все, что напишут там о нас, увидят остальные пользователи. И, собственно, это довольно-таки нехорошо скажется на нашем бренде и восприятии нашего банка. А если этот человек еще имеет большое количество подписчиков, если это какой-то блогер, либо лидер мнений и так далее, то проблем у нас будет еще больше. Соответственно, эти проблемы мы должны решать в первую очередь. И для большинства наших коллег, с которыми мы взаимодействуем внутри, проблемы из социальных сетей зачастую являются приоритетными. И нам сразу идут на помощь и стараются помочь в их решении. Вот это примерно... Еще вопрос, как это внутри банка между службами, да, взаимодействие. Да, нам удалось отстроить работу таким образом. Более того, мы за счет обратной связи социальных сетей меняем какие-то сервисы внутри. К нам... Ну, мы регулярно пишем отчеты из социальных сетей о том, что пишут у нас пользователи. И это некогда даже было требованием руководителя банка вот эти отчеты составлять каждый день. И каждый день мы эти отчеты рассылаем на руководителей разных подразделений, направлений, чтобы они видели наши боли, видели, с чем сталкиваются наши пользователи. Тем самым мы за два года вот примерно работы много уже в принципе изменили в сервисе. И таким образом, в принципе, ну, все сотрудники банка видят вот все вот эти вот какие-то наши ошибки, какие-то неточности в работе, что где можно скорректировать. Ну, вообще получается такой отдел контроля для всех сотрудников банка. Они, по идее, должны вас убить про все их грехи, которые есть у любой структуры, да? Ну, в нашем случае мы относимся ко всем этим проблемам позитивно. То есть мы не смотрим на это, да, как на какие-то огрехи, за которые нужно бить. Мы смотрим на это как на вещи, которые позволят нам стать лучше, позволят нам измениться и сделать что-то еще круче в работе для пользователей. Ну, а как это было изначально? То есть тебя позвали на работу и сказали, вот, сделай так? Или ты пришел и сказал, вот, надо сделать так, чтобы было круто? Нас пригласили и сказали, что, ребята, нужно развивать социальные сети. Я на тот момент работал в Билайне и, в общем-то, там отстраивал также вот команду поддержки клиентов в социальных сетях. Нас пригласили и сказали, сделайте то же самое. В общем-то, мы пришли, посмотрели на объем работы. Где-то, наверное, месяца два у нас занял анализ всего, что происходит в социальных сетях. Какой объем этой работы, сколько нам нужно на это людей. Постепенно набрали команду, обучал ее вот в течение этих самых двух месяцев. И все, и поехали. Но команда постоянно развивается. И, в принципе, можно сказать, что пользователи в социальных сетях сейчас, но это, оказывается, не только нашего банка, а в целом, начинают привыкать к тому, что социальные сети – это такой вот хороший инструмент, где пользователи могут решить свои проблемы. У нас за последние два года количество обращений увеличилось примерно в четыре раза. То есть, когда я пришел, мы начинали, у нас в команде на поддержке было четыре группы. Было два человека, сейчас их восемь, и это количество будет только расти. Я больше чем уверен, потому что количество обращений до сих пор расти продолжает. И когда это остановится, я не знаю. Ну, то есть, а вы радуетесь тому, что растет количество обращений? Ну, как? Мы, конечно, сходим с ума иногда. Но, в принципе, радуемся, да. А эти восемь человек, они обслуживают всю страну и все часовые пункты? Да, все так. А они территориально раскиданы по стране или они здесь в Москве дежурят по часам? Нет, но они не то чтобы раскиданы. Можно сказать, что они просто сформированы, эти команды, в двух городах. Это у нас Москва, часть команды сидит прямо со мной в службе сошел-медиа в маркетинге, чтобы просто заражаться именно вот этим духом какого-то креатива, более такой неформального образа работы. И часть команды сидит в Барнауле, потому что один из наших колл-центров размещен там. И у нас, как раз, получается разница во времени, которая позволяет нам работать более эффективно. Вот примерно так. Кейс «Почта России», когда, будучи в Владивостоке, один мой коллега, написал по их просьбе негативный, ну, вернее, у них там в почтовом отделении была проблема, он написал комментарий, ждал-ждал, пока ответит «Почта России», и там житель Владивостока пишет «Подождите, через пять часов Москва проснется, и тогда он вам ответит на ваш негатив». Ну, именно поэтому, да, это еще одна причина, по которой мы вот таким вот образом разделили работу. Ну, единственный момент, сейчас у нас вот ночное время немножечко проваливается, и пока я не вижу особой необходимости работать вот 24 на 7 в социальных сетях. Какие-то бренды более крупные, там, например, взять сотовые операторы, да, они работают уже круглые сутки, здесь никаких вопросов нет, потому что у них количество клиентов гораздо больше. Ну, грубо говоря, у нас, как ни круче, все-таки три крупных оператора, соответственно, надо всего лишь три оператора обслуживать население в 140-143 миллиона человек. Да, мобильный телефон сегодня есть у всех, соответственно, им круглосуточная работа нужна, у них количество обращений там просто огромнейшее. Нам пока вот это еще не требуется, но я уверен, что и это произойдет. А как распределены роли в этой команде? В каком смысле? Ну, то есть кто-то отвечает за мониторинг, кто-то отвечает за там ответы, или просто по территории поделит? Мы делимся исключительно на площадки, то есть, ну, грубо говоря, сегодня вот этот человек сидит у нас вот на этих площадках, этот человек там сидит сегодня, например, в ВКонтакте и на Фейсбуке, вот этот человек там отвечает в Инстаграме и Твиттере. Вот мы делимся больше по площадкам. Мониторинг как таковой каждый проводит самостоятельно. А вы какими-то службами пользуетесь, или у вас какая-то сайт-файта? Нет, мы пользуемся, ну, понятно, первая часть большая, это поиск тех обращений, которые есть в наших каналах, в наших пабликах, это гораздо проще. В общем, ты заходишь, тебе там личное сообщение, либо в паблике написали, либо где-то комментарии в каком-то посте оставили. Мы это все видим сразу, мы практически моментально на это реагируем. И второй момент, это когда пользователи пишут в социальных сетях что-то вне наших каналов основных, да, вне наших пабликов, это человек у себя на стене написал, там, Альфа-банк гада, например, при этом не трегнув паблик, ничего, а просто вот слово Альфа-банк там. Соответственно, для этого уже есть мониторинговая система. Мы сейчас пользуемся бренд-аналитикс, и, ну, нам сразу вот отчеты приходят на почту, мы их ловим, какие-то упоминания. Если они значимые, и там, ну, скажем, это сообщение за последний час собрало, там, не знаю, 50 лайков, там, и 15 комментариев, то это сообщение падает нам в приоритете моментально, что вот здесь это наиболее значимое, здесь нужно среагировать. Соответственно, мы бежим скорее и реагируем, а по всем остальным каким-то упоминаниям мы просто ловим, вот смотрим все, что падает, вот в эту самую мониторинговую систему, проверяем все сообщения. Ну, и принимаем для себя решение в каждом конкретном случае, нужно здесь реагировать или не нужно здесь реагировать, стоит это делать или нет. А на позитив реагируете? То есть, если кто-то вас хвалит, приходите туда общаться? На позитив реагируем, и реагируем, ну, в большинстве случаев реагируем на позитив. Почему? Потому что, во-первых, ну, мало кто пишет о брендах, в социальных сетях что-то позитивное. Это может касаться и, ну, я не знаю, насколько это касается России, это чисто наша ментальность, либо это в целом в мире так, но сегодня вы зашли действительно на Почту России, там вас написали, ну, точнее, вы зашли на Почту России, там 5 минут времени провели, вам выдали вашу посылку, хорошо обслужили, прекрасный интерьер, девушка мило с вами пообщалась, прекрасно напишите об этом в социальных сетях, ну, конечно, не напишите. Я в шоке за 5 минут совершил. Но все равно не напишите. Как только вы зайдете на Почту России, и там все будет разрушено, полтора часа будут искать вашу посылку, у вас обматерят, а посылку вашу в итоге не найдут. Конечно же, вы об этом будете писать. Соответственно, мы своим общением с пользователями, ну, пытаемся мотивировать людей на то, чтобы они писали больше позитива. Это первый момент. И второй момент. Мы хотим показать, что вот за этими брендами, за этими аватарками скрываются живые люди с социально активной какой-то позицией, которые готовы просто поддержать общение, готовы там тоже улыбнуться, отправить майлик, пошутить, рассказать анекдот и так далее. То есть, почему мы это делаем? Потому что, ну, я думаю, для большинства людей очевидно, что все мы приходим в социальные сети в первую очередь для того, чтобы пообщаться и развлечься. Соответственно, когда бренды заходят на площадки социальных сетей, они заходят, по сути, ну, на территорию этих самых пользователей. Их там не звали, их туда не звали, их там никто не ждал. Но мы туда тем не менее идем. Соответственно, раз мы туда идем, мы должны подстраиваться под пользователей, и уметь правильно доносить им тот или иной контент, уметь правильно с ними коммуницировать. Вот это, наверное, основная задача. Ну, я вот там периодически тоже провожу тренинги по работе с негативом, и там обратные связи определенные получают участников. И когда я рассказываю, что надо заводить как можно больше площадок, чтобы люди могли свой негатив выплеснуть на вашей площадке, и с ней будет удобнее работать, они все говорят, ну, вот у нас нет площадок, и нам не выплескивают негатив. А мы сейчас заведем, нам как нальют по полной. Вот твоя точка зрения по этому поводу. Знаешь, я когда пришел в Альфа-банк, у нас была близкая ситуация. Я сильно удивился, когда у нас комментарии на некоторых наших пабликах были закрыты. То есть, как бы, нет комментариев, нет негатива, значит, нет проблем, и все хорошо. Отношусь крайне негативно. Потому что если ты не готов общаться с пользователями на их языке, честно и открыто в социальных сетях, то, в общем-то, не надо тебе туда идти. И социальная сеть – это площадка как раз-таки, где мы должны демонстрировать открытость, готовность принять обратную связь, готовность что-то изменить в своей работе. И самое главное, неважно, написали нам негативный комментарий или не написали. Важно то, как мы на него среагировали, как мы эту историю смогли обработать. Вот это то, чему мы должны сами учиться, это то, что мы должны доносить всегда до нашего руководства и говорить, что, ребята, вот это должно работать вот так. И никак иначе, к сожалению, вот старые форматы обычных традиционных колл-центров, обычных пиар-служб здесь не подходят и не работают. Мы не должны общаться вот в том же ключе, иначе над нами просто будут смеяться. Ну и кейсов, в общем-то, в сети очень много, когда с пользователями в социальных сетях пытались общаться подобным образом, либо не общаться, и приводило это, к сожалению, к плачевным последствиям. Ну вот с конструктивным негативом более-менее понятно. А вот часто встречается негатив импульсивный, и еще приходит какой-нибудь блогер, который хочет на этом попиариться, потому что, ну, попинать большую структуру, связанную с сервисом, это всегда весело, потому что всегда куча обиженных, можно поймать хайп. Как вы в этом случае поступаете, если приходит какой-то разлученный персонаж, у которого действительно много подписчиков, и подхватывает чей-то там импульсивный негатив, при том, что, ну, скорее всего, вашей линии конкретной в той ситуации нет, наверное. То есть это не конструктивный негатив, а именно... У нас редко бывают такие ситуации. Я практически не встречался вот с так называемым вот этим вот клиентским терроризмом, или, как бы правильно назвать, экстремизмом, потому что в большинстве своем сами пользователи, сама публика видят неконструктивы других. Если они понимают, что грязь льется просто так, и под ней нет никакой, ну, никакой объективной основы, то, собственно, все тут же распадается, и пользователи сами начинают, в общем-то, бросаться вот на таких персонажей. Если есть реальная проблема, мы эту реальную проблему решаем, мы извиняемся, и это вполне себе нормально, адекватная позиция. Если мы понимаем, что проблемы нет, ну, а сделать ничего не можем, возможно, мы не будем общаться, возможно, мы честно выскажем эту позицию, что, ребята, sorry, постараемся подробно все расписать, но здесь нет проблемы. Мы за два года нашей работы таким образом выстроили коммуникацию, что в большинстве своем пользователи понимают и видят нашу адекватность, и довольно часто действительно за нас сами вступаются, нам даже делать ничего не приходится, если они видят, что мы действительно в той или иной ситуации правы. Вот примерно так. Да, я видел один кейс, когда вы откомментировали, там была ситуация, вы еще один банк, вы откомментировали, а где второй банк, типа, они в смешные комментарии не умеют, они не придут. Вот, вот, вот. Собственно, да, мы в некотором роде часть пользователей смогли в себя влюбить, и поэтому они уже часто сами что-то делают вместо нас, и нам уже не обязательно даже включаться, либо просто поддержать. Да, это классная ситуация. А что делать вот пиарщикам, которых вот руководители пока не очень понимают, что вот так нужно общаться в соцсетях? Как объяснить своему руководителю, что вот надо делать, надо делать как Альфа-банк? Знаете, здесь очень трудно. Я не могу однозначно ответить на этот вопрос, и у меня этого ответа однозначно нет. Пытаться пробивать стены, пытаться ходить к руководству, показывать конкретные кейсы, что, ребята, посмотрите, это работает вот так, это работает вот так. Но на моей практике, ну, такие истории редко достигались, если не приходил какой-то человек опытный со стороны и делился своим опытом с руководством, который приходил там из других брендов, из других компаний, говорил, ребята, нужно работать вот так, потому что вот посмотрите кейсы, потому что мы вот эту работу здесь перестроили и получили такой результат, а было вот так плохо, потому что вот этот бренд другой там работал вот так, тоже плохо, ничего не получалось, начали работать вот так, получилось. Вот тогда руководитель часто получается убедить. Но, к сожалению, убедить руководителей снизу, когда просто ты как сотрудник приходишь к нему и пытаешься ему что-то доказать, очень тяжело. Ну, у меня практически нет вот положительных историй с положительным результатом. Чаще это когда действительно кто-то со стороны приходит, объясняет, доказывает, что нужно делать иначе. Ну, а вот результат вашей деятельности все-таки, а какие критерии, оценки, результаты именно вашей работы того, что делает твоя команда? Мы говорим конкретно про поддержку. Для меня результат – это количество решенных кейсов, количество решенных проблем и вообще объем этих самых обращений. Ну, плюс, наверное, скорость реакции. Мы стараемся все-таки реагировать максимально быстро, потому что сегодня от нас пользователи в социальных сетях это требуют. Это, наверное, три вещи. То есть у сотрудников KPI установлены? Да, да. Но мы, скажем так, вот на момент начала работы этих KPI не было, потому что мы, в принципе, и не понимали, что нужно ожидать, какой объем вот этих самых обращений будет. Для нас каждая история – это было каким-то там событием, было чем-то очень сложным, важным и так далее. Почему? Потому что, как я уже говорил, все истории, с которыми к нам приходили, они довольно-таки нестандартные. И мы для себя каждый раз проходили какой-то вот квест, чтобы научиться решать вот эти вот нестандартные проблемы. Многие из этих проблем мы сейчас уже для себя решать научились, и поэтому часто катимся уже вот по какой-то так, протоптанной дорожке, какой-то накатанной. Соответственно, сейчас мы уже понимаем, примерно можем предполагать, что количество обращений там вот в этом месяце у нас будет вот такое, вот в этом месяце у нас напишут столько-то, соответственно, мы должны решить, будем вот столько-вот столько вот кейсов и среагировать там в течение такого-то времени. То есть сейчас эта работа, да, вот более-менее уже вот так систематизируется, отстраивается. Ну, с точки зрения количества отработанных обращений, понятно, да, этот количественный метод тут легко померить. С точки зрения вообще репутации банка в целом, ваш вклад и как это померить? Вы как-то задавались таким вопросом? Нет, мы никаких конкретных исследований не проводили, но, как я уже говорил, мы просто регулярно видим, что пользователи и сами реагируют. Пользователи часто сами вступают за нас, зная, как мы хорошо работаем, как мы можем решать проблемы, и как хорошо мы, в общем-то, со всеми общаемся. Сами все делают. Ну, часто бывает, что даже уже кто-то написал, не тегнув Альфа-Банк там в социальной сети, а в комментарии приходят пользователи и тегуют не паблик наш, а каких-то конкретных сотрудников с поддержки в социальных сетях, которые им уже помогали. Ну, там, я не знаю, я несколько раз даже не то, чтобы эксперимент проводил, но просто наблюдал, как написали что-то негативное про Альфа-Банк, в одном посте меня три раза тегнули, там, моего сотрудника какого-то четыре пользователя разных тегнуло. Вот эти вещи для меня показатель, потому что люди начинают понимать, что банк решает проблемы, они сами за него заступаются, либо они знают уже даже конкретных людей, и эти люди в социальных сетях узнаваемы. Знаем те люди, которые, в общем-то, могут проблемы решить. А конкурентные какие-то наезды бывают вот такие, через социальные сети, которые приходят в столы? Например. Конкретно кто-нибудь с каким-то наездом обращается, вы понимаете, что это не клиенты, это, скорее всего, другой банк пытается. Такие вещи зачастую отловить довольно трудно, и понятно, что мы не можем однозначно сказать, что это вот какие-то там агенты влияния другого банка пришли писать о нас что-то негативное. Я не думаю, что часто другие банки такими вещами занимаются, но если это происходит, зачастую это можно вывести по одной простой причине. Там конструктива нет. Там ты начинаешь копаться, пытаться разобраться в проблеме, а до конкретной проблемы не докапываешься. Ты задашь один, два, три, четыре уточняющих вопроса, а тебе на эти вопросы не ответят, тебе будут просто с тема съезжать, пытаться переходить на личности и так далее. Соответственно, здесь ты делаешь выводы, либо больше эту историю не трогаешь, и не лезешь к человеку, потому что там не с чем работать, либо ты начинаешь троллить этого персонажа в ответ, и тут уж на риск. Либо тебе это удастся, и пользователи тебя поддержат, и тоже посмеются, либо не удастся, и плохо будет тебе с этого, скажем так. Ну и показываете остальным, что это не обоснованное. Ну да. Всегда показать остальным. А вот группы поддержки какие-то вы используете, или вы всегда сами как бы от лица банка отвечаете на все? И вот только естественную какую-то поддержку от пользователей? Нет, мы не всегда отвечаем от лица банка. Мы отвечаем, как я уже говорил, иногда и сами сотрудники приходят и начинают работать. То есть это может быть, если нам нужен конкретный, не знаю, владелец продукта, и его там приглашают в комментарии, потому что мы не можем ответить на вопрос, банковские продукты, они очень сложные. Мы можем его тегнуть, он может прийти и пообщаться с пользователями. Команда поддержки может общаться, опять-таки, от своих аккаунтов, если там, допустим, не тегнули банк, и невозможно зайти от лица паблика общаться, общаются просто сотрудники. Ну и, в общем-то, естественная, про которую вы сказали. А вот для того, чтобы решать проблемы клиентов, которые обращаются в социальных сетях, у вас есть какие-то специальные полномочия, или вы просто переадресовываете в соответствующий департамент, и они там будут? Красная лапочка сгорается, они знают, что нужно в вашей кисти. Ну, мы не переадресовываем, скорее так, для клиента и для пользователя в социальных сетях. Ответственность несем всегда мы, так как мы стали точкой входа, и они общаются с нами, собственно, мы эту проблему решаем. Внутри мы уже, конечно, коммуницируем с другими подразделениями, что-то просим от них, просим решить эту проблему, повлиять вот здесь, чтобы ускорить все решения, и так далее. Скорее, вот такой формат. Ну, то есть вот насколько вы выходите где-то вот за рамки привычных отношений с пользователями для решения их проблем? Я помню, Кейска рассказывала, там у человека помогали деньги получить, чтобы машину купить. То есть вот такие усилия приложены, но которые вот трудно ожидать, что вообще какой-то банк вот такие шаги делает по отношению к своим клиентам, зная вообще, ну, российскую. Ну, это уже человеческий фактор. Мы понимали, что это вот тот как раз самый момент, когда ты понимаешь, что система проблем решить не может. То есть здесь нужно максимально включать голову, отходить от всех скриптов и искать виновника. Признаться и извиниться просто перед клиентом в этой ситуации, ну, не совсем логично. Поэтому, да, ты лично берешь на себя ответственность и начинаешь искать какие-то концы этой проблемы, чтобы вот весь этот клубок быстренько распутать и ситуацию решить. Как ты отбираешь людей в свою команду? Я проверяю, насколько эффективно они могут общаться с клиентами в социальных сетях, преодолевают сопротивление, могут пошутить и так далее. Естественно, я не беру людей с улицы, ни в коем случае. Почему? Потому что банковский продукт – это один из самых сложных продуктов. У меня даже, ну, скажем, в команде люди, которые работают в банке уже по 6 лет, они даже идеально не знают все продукты. Это, в принципе, нереально, значит, все нюансы. Поэтому я беру людей, у которых есть уже опыт работы, там, скажем, на телефоне, на чате поддержки в приложении. Но при этом для меня важно, чтобы в них вот была гибкость и в них были какие-то зачатки креативности, чтобы они могли удивлять, чтобы они могли как-то классно пошутить в социальных сетях с клиентом и так далее. Но при этом не до безумия, чтобы не создать тем самым еще больше имиджевых проблем для банка. Ну да, чувствую. Я тестирую, да. Сложная. Да, я просто даю кейс, я смотрю, как сотрудник будет справляться с той или иной проблемой, как бы он ее решал. Ну, грубо говоря, погружаю его в какую-то ситуацию общения с клиентом. На одном конце сижу я, либо сотрудники мои уже, которые работают сейчас, и начинают с ними общаться от лица клиента. На другой стороне сидит он и пытается вот эту проблему как-то решить. И мы смотрим, как он общается. Сможет ли он, справится ли он на работе в социальных сетях, либо нет. Ну, а вот вообще бытует мнение, как бы, у многих руководителей бизнесов, что, ну, вот, оттуда на крупных как бы, что, ну, вот это вот все, вот, вопросы с репутацией, с вылизыванием клиентов. Все это ерунда. Вот там пишут про нас гадости, пишут все равно, ну, так или иначе. По большому счету на бизнес сильно ничего не повлияет. Ну, серьезного оттока клиентов не будет. Все как пользовались, так и пользуются. Огнем идут, другие придут. Вообще не понимаем, зачем этот ваш пиар нужен. Вот ты как на этот вопрос встречаешь? Ну, я не согласен с этой позицией. Сегодня о нас написали много негативного, сегодня от нас люди не ушли. Завтра о нас много негативного написали, о нас люди не ушли. Общественное мнение сформировалось. После завтра таких людей появилось еще больше, а через неделю эти люди начинают потихонечку уходить. Это как снежный ком. Это история, которая не происходит моментально, тем более в банках. Люди действительно банки меняют довольно-таки редко, потому что им не хочется рисковать деньгами, переносить из одного в другой, а там какие-то новые проблемы, а там все по-особенному, там другой формат обслуживания и так далее. Но тем не менее, одна ситуация, вторая ситуация, третья ситуация, рано или поздно клиенты начинают принимать это решение. Вот примерно так. Многие считают, что у нас продукт хороший, то все остальное вот эти управления... Нет идеальных продуктов. Репутация, продукт, да и даже, скажем так, продукт продуктом, он может быть замечательным, а репутация это уже дело другое. Вокруг этого продукта нужно репутацию хорошую сформировать. Если ее не будет, либо начнут ее просто пинать, то рано или поздно допинают, и люди будут уходить. Я думаю, история знает много брендов, которые просто разрушались как раз-таки из-за плохой репутации, но при продукты были, в принципе, хорошие. Ну, я не знаю. Например, та же история с Олегом Тиньковым в прошлом году, когда у него был конфликт с Немагией. Я не знаю, насколько это повлияло на их бизнес, но то, как отрабатывала эту историю пиар-служба, явно говорил о том, что они за эту историю переживали очень сильно. Ну, это один из немногих случаев, когда в этот банк полетело очень много брендов. Они любят скандальный пиар, они много кейсов постоянно... Но здесь скандальный пиар начал работать, к сожалению, против них. И им пришлось отбиваться, им пришлось этот негатив отрабатывать. Понятное дело, что сиюминутно прямо в этот момент от сильного оттока клиентов они наверняка не почувствовали. Но если бы они вот это не пытались тормозить и в какой-то момент не остановили вот эти вот волны негатива, то случилось бы страшно. А как ты вообще относишься к так называемому управляемому негативу и продвижению через скандальный пиар? Мне это нравится. Я, в принципе, уважаю людей, которые делают какие-то подобные вещи, которые умеют через управляемый негатив там себя пиарить. Но это та самая история, когда ты ходишь постоянно по тонкому льду и рано или поздно эта история может начать работать против тебя. Как, собственно, и произошло вот в кейсе, который мы сейчас обсуждали про Батка Лего Тинькова. Нет, это правда очень интересная история. Но здесь каждый раз нужно знать какой-то момент, когда нужно остановиться. И могут это сделать далеко не все. А вы в своей работе это используете? Управляемый негатив? Цельнаправленно нет. Но если случается такая ситуация, то мы пытаемся все-таки как-то стоять на волне и куда-то на этой волне доплыть. А там взаимный троллинг с другими, может быть, веселый и не всегда какой-то жесткий с другими компаниями. Я видел тоже какую-то картину. Мы регулярно... Когда Лего Тиньков банк, желательно стать таким же, как Ашу Банк. Нет, мы регулярно, да, эти истории используем, пытаемся друг друга потроллить. Зачастую это происходит в какой-то дружеской форме, конечно, без обид. Но тем не менее, эти истории становятся инфоповодами, когда и тот, и другой банк, в общем-то, подсвечен, здорово, креативно ребята там пообщались, где-то поспорили друг в другу, друг друга потроллили. Ну да, у нас был один из примеров, который стал инфоповодом наше общение, когда мы критиковали Тиньков за то, что у них нет банкоматов, а не за то, что у нас тогда еще не было возможности пополнить наши карты через мобильное приложение. Инфоповод появился, спорили-спорили минут сорок, через минут сорок в Тиджорнл вышло новое, что там СММ-битва, Альфа-банк против Тинькова. Ну, получилось, мне кажется, вполне здорово. Ну, регулярно... Делали, что нам не нужны банкоматы, и потом тут же они появились. Да, и потом тут же они появились, и вот мы на этой теме очень неплохо так поиграли. А как у вас строится взаимоотношение общественной службы банка? Вы как-то у них в причинении, или вы в параллели, или вообще не зайдете? Мы работаем скорее в параллели, мы стараемся коммуницировать часто, естественно, если какие-то серьезные инфоповоды случаются, то мы держим общую позицию, да? Ну, то есть, не знаю, сегодня какой-то инфоповод произошел, там пошел в СМИ какой-то негатив про Альфа-банк, конечно же, зачастую этот инфоповод и эта история начинает переливаться и из СМИ, и в социальные сети. Соответственно, наша пиар-служба вырабатывает какую-то позицию, которой мы в этой ситуации придерживаемся, делает официальные заявления, и мы в рамках вот этой вот позиции работаем. Если никаких вот таких массовых историй нет, нет волны негатива, то мы работаем самостоятельно в своем ключе. Но именно вот в какие-то такие критические моменты мы, естественно, работаем в очень тесной связке, чтобы ничто нигде не сломалось, не сломалась логика, и мы шли в каком-то вот одном ключе. Расскажи, как попасть у тебя в команду? Там смотрят люди, которые говорят, я хорошо, я хорошо умею и шутил. Какой? Мы говорим конкретно про команду поддержки. Поддержку сейчас, да. Поработать года-два в поддержке Альфа-банка на телефоне либо в чате поддержки. Это единственный путь зачастую. Ну, либо иметь какой-то подобный опыт в других компаниях, где тоже сложный продукт. Ну, не знаю, сотовый оператор, либо какие-то другие банки. Это тоже возможно. Это, в принципе, довольно близко к нам, и человек быстро разберется. Если же у него этого опыта нет, но он просто сам по себе креативный, то, к сожалению, никак. Просто креатив, он сегодня мало что решает. Расскажи про какой-нибудь кейс, вот в области поддержки, о которой ты особо не доведуешься. Так. Это, наверное, история с вином. Мне этот кейс больше всего нравится, я постоянно его привожу в пример. Это когда у нас пятница вечер, девушка пишет сообщение в чат поддержки в мобильном приложении. Ребята, пятница, а мой молодой человек не хочет мне деньги на вино переводить на счет. Может быть, ну, как-то нехорошо получается даже потусить, покутить пятницу с подругами. Может, вы сами с его счета на мой счет денег переведете. Естественно, сотрудник отвечает, что сори, но мы как бы физически не можем для этого сделать, юридически это невозможно. Девушка печальная бросает скрин этой переписки в Инстаграм и пишет, ну вот, даже Альфа-банк против меня, как так? Мы уже ловим нашей командой этот пост, заходим в него и начинаем писать, ну да, как-то нехорошо получилось. Ну да, ну да. Ну хорошо, давайте личные данные в директном отправьте. Она написала, мы ее идентифицируем, и я просто с своего счета отправляю девушке 500 рублей на счет на вино. Проходит 40 минут, у нее фотография, где она накатит бутылку вина. Альфа-банк, молодцы, скрасили мой вечер, сейчас пойдем с подругами тусить. Пост скринит, он разлетается также по соцсетям, с комментариями по типу, теперь вы знаете, что делать в пятницу. Новость выходит, по-моему, на Тиджорного она вышла, да, довольно много охватов собрала. Единственное, конечно, после этого, на следующий день, команда поддержки чата хотела нас прибить, потому что сказала, вы с ума сошли, нам там каждый пятый писал, а мне бутылку вина, а почему ей, а не мне. Но мы в этом случае чаще всего отвечаем «Сори, девушка была креативной, мы ее идею поддержали». А то, что вы сейчас здесь пишете, извините, это уже баян. Будьте креативными, предложите классные идеи, мы ее обязательно поддержим, и вот, может быть, что-то так заверусится, будет здорово. Вот это, наверное, один из таких ярких кейсов, который показывает, что банки могут быть такими дружелюбными и креативными. Кейс шикарный, но ты реально из своих денег отправил, у тебя есть бюджет какой-то на такие акции. Нет, у нас есть бюджет какой-то, если мы можем вернуть человеку деньги на счет, если у него какое-то неправильное списание было. Мы можем сделать на несколько месяцев бесплатное обслуживание, но что касается таких трат, точнее, перевод денег физическому лицу, то, конечно же, это невозможно. Здесь я тратил свои деньги, и это просто борьба за идею, что, ребята, мы сделаем сейчас классный кейс через 500 рублей, даже если бы больше было, я бы не пожалел, потому что история получилась отличная. Да, я охватываю. Вирусный эффект, да. Скажи вот про вторую часть работы, про работу, про продвижение через лидеров мнений, через блогеров, как у вас это строится, что вы делаете? Ну, работа, во-первых, строится, понятное дело, в двух основных ключах. Первая, это работа бесплатная, когда мы пытаемся каким-то образом завоевать любовь лидера мнений или блогера к нам, и он пишет о нас что-то позитивное. Это делается, наверное, тоже больше силами поддержки, потому что они показывают к ней классно, что они умеют там здорово пообщаться и так далее. И работа другая, когда мы говорим о продвижении через блогеров, продвижении наших продуктов через них. Это уже работа очень сложная, большая, здесь необходимы бюджеты. Мы работаем либо напрямую, либо через агентство, вопрос только в объеме этой работы. Если у нас, грубо говоря, много блогеров, то, соответственно, мы привлекаем там агентство. Если работа небольшая, нам нужен какой-то конкретный блогер, то это точная история, мы самостоятельно можем это сделать. Но чаще у нас идет продвижение продукта, это какая-то большая рекламная кампания, и мы стараемся сделать ее ярко, поэтому работы много. Соответственно, вот там, коллаборации с тем же, кто, по-моему, Дудь, по-моему, тоже, да? Да. Дудь сейчас, да, вот в этом году амбассадор Альфа-банка, социальный суком, по-моему, да. Нет, суком его, да, его коллеги Сбербанка себе выбрали в качестве амбассадора. Они регулярно тоже делают у него какие-то размещения, я, честно говоря, за ним не особо сильно слежу, но какие-то посты вот с Сбербанком у него тоже видел. В целом, эта история довольно-таки позитивная. Понятное дело, что, с одной стороны, это имиджевая история, да, когда лидер мнений подсвечивает просто банк и через лояльность к нему своих каких-то, ну, своих подписчиков, он, в общем-то, продвигает банк. И вторая история, это еще и продажи. Ну, принято считать в большинстве своем, что продажи через блогеров не работают, работают неэффективно в социальности, но наша практика сейчас нам подсказывает, что это не совсем так. У нас было несколько историй, когда мы делали вполне себе успешные продажи, там, через того же Дудя, когда мы у него размещаемся, нам это дает тоже какой-то эффект, мы снижаем стоимость наших банковских продуктов, это одна история. Ну, или, например, в прошлом году у нас был классный кейс в конце года, Versus Battle, наверняка, знаете, да, мы разместились в их выпусках и сделали карту с уникальным дизайном Versus, лимитированной серии карт, их было там всего 5000, и мы за 10 часов все 5000, в общем-то, продали, у нас на сайте их заказали. Более того, мы там уже в 4 часа ночи просто звонили нашим коллегам на сайте, говорили, пожалуйста, отключайте скорее, вырубайте, потому что люди продолжают заказывать, а лимит все кончился, мы такого эффекта не ожидали. Мы стоимость выдачи карты на тот момент сократили, по-моему, где-то раз в 10, я думаю, за счет вот этой истории. Ну, то есть, получается, что эффективнее, потому что, вот смотришь, гудя, например, понятно, мне заплатили, я рекламирую банк, одно дело, когда блогер говорит, я тут воспользовался классной услугой, действительно, получил удовольствие, это как бы нативочка, когда человек говорит, я амбассадор, понятно, все знают, человек там не маленький, человек получил деньги, теперь прославляет там компанию. С одной стороны, да, с другой стороны, я скажу так, если мы возьмем того же Юрия Дудя, то он не будет по своим каким-то убеждениям промотировать и продвигать то, что ему не близко. Альфа-банк ему был близок, это действительно так, здесь без какого-то зазрения, без каких-то подводных камней, абсолютно честно говорю. Ну и еще, я так понимаю, еще один класс нашей работы, это просто ведение ваших камней. Да. Тоже там я видел много кейсов достаточно интересных, которые мне нравятся, но вообще, в принципе, банк достаточно скучная структура, то есть еще помню по рекламе банка империала с 90-х годов, что работают люди, работают деньги, ничего интересного. Как вы вот придумаете, как вы вот создаете ауру вокруг банка, которые действительно у вас получается создавать достаточно интересные. Я видел там ваш инстаграм, где там в серии стоит ваш банкомат среди нескольких банкоматов Сбербанка и подпись, да, и один в поле воин свой среди чужих, то есть, ну, и очень интересные кейсы. Да, чаще всего никак. Знаете, большинство руководителей в компаниях каждый раз думают, что эту историю можно систематизировать каким-то образом, поставить на поток и так далее. Но я всегда привожу пример, это знаете, как Барон Винхаузен, план на день, совершить подвиги в 12, невозможно. Это история, которую ты каждый раз отлавливаешь. Себе нужна команда креативных ребят, которые будут генерировать такие вот истории и тебе предлагать. Что-то каждый раз будет отсеиваться, потому что это действительно недопустимо там для банка, это уже за гранью, да, а что-то в рамках вполне давайте шутить, давайте делать эти вещи. Если мы говорим конкретно о вирусных историях, да, там, непростой креатив, простой креатив мы, не знаю, запостили, собрали больше лайков и просмотров, чем обычно, но не намного. Если мы говорим о каких-то вирусных историях, то вирусными историями управлять вообще нельзя. То есть, ну, ты можешь, конечно, пустить, я каждый раз вирусную историю вот эти сравниваю с, не знаю, с океаническими волнами. Волну в тазике ты, конечно, пустить можешь, но она будет не такая большая. Соответственно, мы не запускаем ничего. Мы вот видим, что происходит в инфополе и пытаемся тоже для себя как-то эту тему обыграть, грубо говоря, эту самую волну оседлать. И куда нас там понесет, куда нам там вынесет, это уже второй вопрос. Но, по сути, на самом деле, выстреливает в нашем случае ну, каждая десятая-пятнадцатая история. То есть, мы можем стрелять, стрелять в холостую в надежде, что нет, вот это сейчас точно полетит и не летит. А история, которым там десят уже по счету запустили, без всякой надежды, что она полетит, она просто взрывает интернет, а там все начинают репостить, смеются и так далее. То есть, это каждый раз непредсказуемо. Твоя команда, во-первых, должна быть просто а, креативной, б, находиться постоянно в инфополе, видеть, что происходит в социальных сетях, стараться как-то это обыграть, предлагать идеи и, в общем, всячески на это реагировать. Вот примерно так. А вот этой частью работы сколько человек занимается? А здесь занимается почти вся команда. Ну, грубо говоря, понятно, у нас есть два человека, которые отвечают за контент на наших площадках, да, чаще всего эти идеи предлагают они, но и все остальные постоянно находятся в инфополе, они видят, что происходит и тоже могут предложить, ой, ребята, смотрите, система пошла, давайте сейчас что-нибудь придумаем. Мы всей командой садимся и начинаем штурмить, как мы можем вот это обыграть. Некоторые идеи умирают сразу, некоторые мы там обсуждаем, 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 не рискуем, там, понимаем, что ничего не выпускаем. Другая история летит и летит здорово. А другая летит и летит, например, наоборот, плохо для нас и это оказывается там несет вообще, там, может нести все какие-то негативные последствия для банка, для бренда. Так вот, ты говорил, 8 человек занимаются поддержкой, а вот ведением аккаунтов эти же люди занимаются? Нет, нет, у нас работа, у нас работа разделена. Сейчас у меня есть человек, который участвует за контент-стратегик, который пытается к общему знаменателю привести работы всех каналов в социальных сетях. Есть один человек, который отвечает за каналы массового бизнеса, на социальных сетях и сотрудник, который отвечает за основные площадки банка. И под ними еще дизайнер, он работает с ними, помогает им делать для них визуальное оформление для постов. Какая концепция ведения социальных сетей? У большинства компаний основная концепция это функциональный контент, рассказать, вот у нас новый продукт, вот у нас там новые карточки, вот новое отделение открылось, ну и как правило чуть-чуть пытаются разбавлять это котиками. У вас вот, насколько там есть какие-то прописанные критерии, функционального контента не меньше, чем столько-то должно быть. Или вы вообще на это не заморачивайтесь и исключительно создаете какую-то атмосферу? Мы стараемся не концентрироваться на этом, понятное дело, что мы пишем много о продукте, когда к нам приходит запрос какой-то от коллег, но тем не менее весь этот контент мы либо стараемся разбавлять чем-то интересным, либо даже сам этот контент о продуктах пытаемся делать более интересным в каком-то формате, который аудитория будет потреблять. Понятное дело, что не котики, это уже, конечно, все совсем, да. А тут какие-то системы КПР у вас? Вы должны выдавать какое-то количество постов ежедневно в аккаунте, в Фейсбуке, например, или это вообще? Нет, этого нет. Все, зачем мы смотрим в нашей эффективности, это количество подписчиков в наших каналах, это охваты, которые мы за счет нашей активности собираем, ну и, скажем, вовлеченность просто пользователей в то, что мы делаем в социальных сетях. Первый вопрос, который мне задают на тренингах, а сколько постов в день нужно делать в аккаунте в соц. Нисколько, если подход такой. Не нужно задаваться таким вопросом. Нужно делать просто интересные вещи, а не постить какие-то неинтересные постики один за другим. Не надо гнаться за цифрой. Нужно гнаться за интересным контентом и делать его, и развлекать аудиторию. Если вы это делаете в социальных сетях, значит, эта аудитория к вам пойдет. Если эта аудитория к вам пойдет, значит, вы будете улучшать представление и образ бренда среди этих пользователей в соц. медиа в целом. Если вы этого не делаете, тогда зачем вы там? Какие каналы вы используете в социальных сетях? Все основные. Facebook, ВКонтакте, Одноклассники, Instagram, Twitter. Вроде все. А вообще, твой взгляд на то, как будут развиваться соцсети в ближайшее время, в ближайшие несколько лет? Что будет происходить на социальных сетях? Понятно, что будет больше видеоконтент, и он начинает превалировать, его сейчас становится все больше, больше и больше. Я в некотором роде начинаю смотреть на социальные сети, как на новый телевизор. Это площадки, где будет много видеоконтента, и в некотором роде наше стандартное телевидение, оно эволюционирует под социальные сети, где ты уже сам будешь выбирать из большого количества контента площадок, каких-то роликов. Будешь выбирать то, что интересно именно тебе. Но все будет производиться там, и основной зритель будет сидеть и на социальных сетях. А вот по поводу того, что готовы люди читать лонг-риды и не готовы, то есть многие говорят, что нет, все равно в Фейсбуке люди готовы читать длинные тексты, или только картинка и короткая... Слушайте, ну это здесь, на мой взгляд, действует такое правило, что исключение это правило только подтверждает. В большинстве, в массе, свои люди лонг-риды в социальных сетях не читают, потому что соцсети это действительно источник быстрой информации. Но у нас есть исключение, не знаю, тот же Кубань Желдормаш, который пишет длинные простыни, и есть много людей, которые эти лонг-риды читают, им это интересно, действительно, это вау, классная вещь, которую там этот человек пишет. Вот примерно так. А насколько твой личный аккаунт и аккаунт сотрудников твоей команды вообще вот интегрированы в общую работу вашей... Мой максимально. У сотрудников, в принципе, то же самое. Мой аккаунт, ну на данный момент, пока я являюсь частью бренда, и он тоже, как и я, часть этого самого бренда. Через себя и через свой личный аккаунт я бренд также продвигаю. В общении с другими пользователями, так как люди привыкли, что я сотрудник Альфа-Банка, который решает их проблемы. В том числе, я и через себя продвигаю какие-то новости банка, продукты и так далее. Ну, соответственно, это накладывает на тебя определенное изучение, да? То есть ты где-то в высказывании каких-то точек зрения по поводу политических и других событий всегда... Знаете, меня это даже радует. Я раньше за это переживал, а спустя год понял, что это классно. Я очистил себя от ненужной траты времени, от общения на те темы, которые токсичны и не дают совершенно никакого результата, ты просто тратишь на них время. Первое, да, политические темы я не обсуждаю, да и спустя год я их уже и не хочу обсуждать, мне это не нужно, действительно, время будешь тратить. Второй момент, ну да, я сам себе запрещаю в социальных сетях использовать ненормативную лексику. Многие мои друзья себе это позволяют, я себе не позволяю. Ну и тоже, в общем-то, здорово очистился. Не пишу, все это грязи там, прекрасно, по-моему. Ну, в прошлом году был кейс, когда, как директор одной группы сети сотовой связи, имел неосторожность высказаться достаточно резко по поводу аудитории, как ты это делаешь? Ну вот, насчет того, что он ведь, ну, он же написал потом, извини, их мегафон тут ни при чем, да, но ведь все же понимают, что не бывает такого, что ни при чем. Здесь, к сожалению, ну, как я это вижу, сработал такой эффект, что как только ты становишься популярным человеком, медийной персоной, в какой-то период определенный, ты вот начинаешь терять грань, что тебе делать можно, чего делать нельзя, и у тебя полная уверенность, иллюзия точнее, эту уверенность, что я сейчас что-то напишу, меня поддержат, и будет классно. А получается, что твоя же работа и вот твоя активность начинает работать против тебя. Так здесь и получилось. Мне неоднократно журналисты задавали на этот счет вопросы, да, а что нам теперь вот как сотрудникам компании нельзя там политически в социальных сетях высказаться, нам нельзя вот этого делать, а что нам бренды будут на шарпе запрещать делать. Ребят, не надо винить бренды и своих руководителей в том, что они вам это запрещают. Просто примите это как объективную реальность. Люди такие. Люди в социальной сети это толпа, она непредсказуема. У нее заниженный уровень ответственности. Они могут делать там что угодно. Рано или поздно они начинают вас ассоциировать с вашим брендом, в котором вы работаете. И все, что вы там говорите, они будут относить к самому бренду. Но это неизбежность. Мы же не пойдем ругаться на эту самую толпу, что она вот так вот позволяет себе делать такие вещи. Нет, ну это бессмысленно. Соответственно, делать это и не нужно. Вот так вот. Во многих крупных компаниях все. Да, еще момент, в прошедшем, что я перебиваю. Эти истории, они касаются, причем не только сотрудников, которые стали уже медийными персонами, у которых большое количество подписчиков. К сожалению, сегодня большой пласт работы занимает и с рядовыми сотрудниками каких-то компаний. Порой они становятся, там генерят сами инфоповоды, и инфоповоды довольно-таки негативные. Историю мы там знаем с Аэрофлотом, вот, например. У нас следующий вопрос. Да. Я уже... Как эта работа строится у вас в банке? Потому что, когда в компании много людей, каждый на своем разге не выживаешь. Это непредсказуемо, действительно. Где-то можно стрельнуть. Тут человеческий фактор, он работает так. Единственное, что ты можешь сделать, это наложить какие-то ограничения, что вот, ребята, вот это делать нельзя, вот это делать можно. Но у каждого бренда эти ограничения свои, они очень четко должны быть завязаны на корпоративной ценности. Ну, грубо говоря, мы не можем в Альфа-банке взять и сказать своим сотрудникам четко, вы не можете писать вот это, вот это, вот это, не можете выкладывать вот это. Почему? Потому что, ну, одна из ценностей нас сразу нарушает. Ценность свободы, в Альфа-банку, да? Мы яркий бренд, поэтому где-то мы можем позволять себе делать больше. И вот эта грани у нас очень тонкая. То есть регламент у вас не относится к этому? У нас есть некоторые вопросы, которые мы все-таки должны обходить стороной. Мы не должны, понятное дело, что открыто критиковать сами свой бренд. Это простейшая логика, она есть у всех компаний, это нормально. Сорвезы сбыва носить не надо. Если у тебя есть проблемы, реши ее внутри. Если она не решает, тебя не устраивает от работы, ну, может быть, действительно, твои ценности, они как-то расходят с ценностью этого бренда. Можно попрощаться. Но выносить сразу бы неправильно. Политические темы. Ну, политические темы, я думаю, это сегодня тоже присуще, в принципе, многим брендам. Почему? Ну, такая наша реальность, такая наша ментальность. Я не знаю, если мы возьмем тот же США, там и руководитель компании Apple, и все сотрудники тогда активно могли высказываться, да, и говорить, что мы вот за этих голосуем, там, а вот за этих мы голосовать не будем. И для них это нормально, у них ментальность такая. А у нас сегодня, уж извините, даже, ну, скажем, официальное объявление о том, пойдешь ты голосовать на выбор или не пойдешь, уже почему-то является политической позицией, тебя за нее начинают гасить. Поэтому я думаю, что у нас политические темы лучше вообще обходить стороной. Высказывание относительно клиентов еще есть больная тема. С тем же аэрофлотом, да, на чем поговорил высказывался. Да, у одного сотового оператора еще была одна классная история, когда в паблике один из пользователей написал что-то негативное, там у него была какая-то проблема, пришел сотрудник этой компании вообще из другого города, пока сама поддержка не успела среагировать, ой, давай я тебе помогу, сейчас разберемся. Но они общались, общались, общались. В итоге он только разозлил клиента, клиент на него начал матом там ругаться, а сотрудник ему в итоге тоже сказал слушай, я сейчас вообще-то не работаю, поэтому тоже тебя могу послать. И мат ему высказал. Да, поэтому вот в адрес клиентов лучше, наверное, тоже не высказываться. Мы со своей стороны ну как подразделение СММ в банке обучаем наших сотрудников и вот такое правило готовим. И прорабатываем и рассылаем всем. То есть в случае, если есть какие-то проблемы, вы уверены, что вы там помочь можете, то помогаете. Если вы уверены, то вот ряд сотрудников, которые вы можете стегнуть, или вы можете стегнуть в официальный паблик, и мы обязательно придем и будем в этой ситуации разбираться. Вот примерно так. А личные экономики сотрудников мониторируются на предмет вот таких высказываний, которые будут развивать политикой банка? Иногда что-то стреляет, появляется. То есть у нас нет целенаправленной вот такой вот работы на данный момент, но если мы что-то такое отлавливаем, какие-то нарушения, если видим, что это может нести какой-то риск для банка, для бренда, то мы, соответственно, сотрудниками связываемся и пытаемся ему это разъяснить и говорить, что вот это публикование не надо, вот потому-то, потому-то, потому-то. А вот когда банк проводит какие-то крупные ивенты, ну, например, Alpha Future People и другие, то есть вас как-то интегрируют в поддержку этих мероприятий? То есть как эта работа скрывается? Послуженно как-то освещаете все это? Естественно, у того же Alpha Future People есть свои паблики в социальных сетях, они с ними работают, там большое количество подписчиков. Мы через себя тоже продвигаем, потому-что по сути мы являемся одним из главных организаторов, выпускаем новости об этом, говорим о скидках, которые будут, если вы там покупаете билеты по карте Alpha Bank и, соответственно, привлекаем тоже каких-то блогеров на то, чтобы вот этот проект осветить. Туда возим блогеров на эти мероприятия, чтобы они там изнутри все это освещали, показывали, как там здорово, круто и так далее. Проводим прямые трансляции с мероприятия. Вот в прошлом году проводили, в этом году, скорее всего, тоже будем же проводить прямую трансляцию с места событий, чтобы показать, что и как там происходит. А у блогеров выбираете, то есть у вас есть какие-то критерии, то есть понятно, что там, условно говоря, есть понятие целевой аудитории, я так понимаю, что у Alpha Bank есть стремление все больше и больше захватить молодежную аудиторию, то есть вы, с кем, с какими блогерами выбираете? Да, ну да, в первую очередь мы исходим из СЦА под каждый конкретный продукт, из СЦА, скажем, не под банк в целом, а под продукты, потому что они, в общем-то, разные, их много, и регулярно под те или иные истории мы подпираем блогеров. Ну, это очень точечная и конкретная работа, то есть если там молодежная карта, это одна история, там, не знаю, карта кэшбэка, другая кредитная, карта третья. Ну, а вот по этой работе по ведению аккаунтов банков, ты расскажи тоже по какому-нибудь кейсу, который тебе особенно нравится. Ну, из вирусных, из тех, которые очень хорошо стрельнул, ну, наверное, наш самый яркий кейс, который был, это вот с выжившим, ну, где-то уже два года, наверное, прошло, он до сих пор такой самый охватный, самый классный кейс получился. Ночь длинных ковшей, когда сносили торговые павильоны, вся аудитория в социальных сетях тему обсуждала, разделилась на два лагеря, кто-то был против, кто-то за, одни говорили, что сносите торговый павильон, уничтожаете массовый бизнес, другие говорили, сносите, они страшные, ужасные, зачем, в общем-то, им здесь быть. Никто из брендов в тему не лез, не знаю, может быть, потому что они сочли ее политически, может, еще почему-то, но это, как всегда, вот такой голубой океан, если там никого нет, туда надо зайти и попробовать, как стрелиться. И мы в Инстаграме отлавливаем фотографии, где разрушенный павильон, и рядом стоит наш банкомат. То есть его вынесли, но увезти еще не успели. Мы понимаем, что историю надо как-то обыграть, берем эту фотографию, отправляем нашему дизайнеру, будем придумать что-нибудь. А это было как раз накануне премьеры фильма «Выживший». Он делает из этой фотографии плакат «Выживший» и надпись «Выживший» «Наша версия до последней транзакции, основанной на реальных событиях». Мы публикуем эту фотографию… Да, да, да. Публикуем эту фотографию во всех наших социальных сетях, не промотируя никак, ничего, не прикладывая более никаких усилий. Это становится инфоповодом, об этом говорят, начинают писать многие интернет-издания. И в социальных сетях пост разлетается очень хорошо, где-то миллион просмотров, только на Фейсбуке за первую неделю, там у нас было 452 тысячи просмотров. Это… Ну, о чем нам это тогда сказал? И почему так получилось? Почему это тогда взорвало социальные сети? Потому что как раз пользователи соцсетей не ожидали, что банки могут делать что-то настолько яркое и креативное, что они могут как-то шутить, а не писать какие-то строгие посты а-ля традиционной пресс-службы и так далее. А из чужих кейсов ты же наверняка следишь за поляну, что тебе особенно понравилось? Что ты видел у других каких-то периодов? Что мне прям нравится, и это было прям вау. Интересный вопрос, я даже об этом никогда не задумывался, вот прям так конкретно. конкретно, не знаю, не могу сформулироваться. Ну, например, тот же Тинькофф Банк, который в прошлом году первым все-таки зашел к Версусу, и у них там, по-моему, были довольно-таки хорошие продажи. Здесь был такой очень обидный момент, потому что мы тоже планировали, и мы вот где-то за полгода до него еще пытались, но тогда все-таки не смогли зайти, не смогли интегрироваться на Версус, и они зашли туда первыми. Это был тот момент, когда обидно было, что они оказались первыми и были быстрее нас. Дай, пожалуйста, несколько рекомендаций людям, которые хотят оживить, брендам, которые хотят оживить свои социальные сети, которые только вступают на эту дорогу. Что, на что обратить внимание? Как вообще строить себя? В первую очередь, уйти от форматов а-ля сколько мне постов писать в день, уйти от копипасты и публикации скучных пресс-релизов, вообще перестроить работу, и на социальной сети всегда должен работать отдельный человек. Его работа не должна мылиться чем-то другим еще с традиционной пресс-службой и каким-то таким форматом. Пытаться каждый раз понять свою аудиторию и аудиторию социальных сетей в целом, чтобы понимать, что действительно ей будет интересно. Как написать так, как сделать пост таким образом, чтобы это привлекло внимание. Вот это, наверное, основные вещи. Ну и да, и коммуницировать с ними живым человеческим языком, уйти от всяких формальностей. Соцсети это совсем другая площадка. Мы, как бренды, мы, как компании социальной сети приходим к людям на их площадку, грубо говоря, в гости. И мы должны подстроиться и должны научиться с ними коммуницировать на их языке, потому что мы пришли к ним. На этом наша сегодняшняя беседа завершена. У нас в гостях был Валентин Басин, руководитель Центра развития социальных сетей Альфа-Банка. Если вам понравилось это видео, поставьте лайк, подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые выпуски. До новых встреч. Пока! Субтитры подогнал «Симон»